Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и признай Его веки веков. Аминь. После того, как создается в конце X-го, в начале XI-го века Абхазо-Картфельское, так условно-теоретически называемое государство, то есть у абхазских царей не было наследника, и они приглашают своего премянника. Мать у него была абхазка, и, соответственно, отец был грузином. После этого происходит объединение вот этого царства, и начинается влияние грузинского христианства и грузинской церковной культуры. То есть появляется, вносится грузинская письменность, частично вносится грузинское богослужение, грузинская храмовая архитектура и так далее. Все это продолжалось до 1390 года. До 1390 года у нас, так сказать, темные века. Почему? Потому что мы не знаем. Вот есть сведения, что были католикосы. Сколько их было, мы не знаем. Сохраняли ли они кафедру еще в Пицунде, мы не знаем. Но потом у нас появляется в 1390 году католикос Арсений, то есть патриарх абхазский Арсений, снова в Пицунде. И с этого времени до 1795 года у нас существует непрерывная цепь абхазских патриархов, то есть главы абхазской церкви. Вот очень интересная деталь, на которую не очень часто обращают внимание следователи. На абхазский престол в Пицунде, то есть на кафедру абхазского католикоса, в этот период все время для возведения туда католикосов все время шел спор между абхазскими владетельными князьями и менгельскими. В то время не было уже единого государства, это были отдельные княжества. И начиная с 14 века туда постоянно возводили выходцев из знатных фамилий из Западной Грузии. Затем в 16 веке из Пицунды кафедра переносится опять в Кутаиси. Туда уходит абхазский католикос. У него вначале был титул абхазский, потом он становится абхазский и меритинский, потом он становится меритинский и абхазский. То есть вы видите, что элемент абхазский все по убывающей идет. Соответственно, с уходом патриарха из Пицунды создается та проблема, которую мы имеем сегодня. То есть не рукополагаются епископы, раз нет епископов, не рукополагаются священники, раз нет священников, нет живых церковных приходов и храмов. И, соответственно, вот то же самое, как сегодня мы добиваемся независимости абхазской церкви, когда мы говорим независимость, мы не просто добиваемся какой-то независимости от кого-то, или мы хотим создать независимую церковь, так как это существует у других православных народов. Мы, когда мы говорим о независимости, говорим о возрождении абхазской церкви, раз. Второе, получение абхазского епископа для того, чтобы шла нормальная жизнь, да? И третье, быть независимым в своих действиях, то есть возрождать эту церковь в рамках той традиции, которая существовала все эти века, да? Не просто вносить иную культуру, иное понимание, да? А то понимание, которое всецело соответствует в своей догматической части учению православной церкви, православной вере, в своей традиции соответствует абхазскому христианству. Вот чего мы добиваемся. И вот в то время, из-за отсутствия института церкви, потихонечку христианство приходит в упадок. И даже мы имеем такой процесс, когда, скажем, дети священников, не будучи священниками, выполняли функции священников. Потом они поэтапно перешли в каких-то неких жрецов, да, абхазских, которые при каждом абхазском храме были, но уже не совершали богослужения, а принимали присягу, совершали какой-то обряд и так далее, и так далее. Все это вот продолжалось до 1810 года. Вот у нас, собственно говоря, даже мы не можем сказать о наличии какого-либо вообще института. Вот яркий пример для того, чтобы вам понять ситуацию. Значит, в середине 17 века антиохийский патриарх Макари по приглашению русского царя Алексея Михайловича направился в Москву. Так вот, он проехал через Абхазию и сохранил замечательное описание своего путешествия. Эта рукопись была обнаружена в начале 20 века среди, в Ватиканской библиотеке. Одной русской исследовательнице, и она его опубликовала, значит, аж в Казани, в переводе с арабского языка. На основании этого документа мы узнаем о том, что когда он прибыл в Абхазию, патриарх антиохийский Макари, к нему пришел абхазский владитель и сказал о том, что его народ христианский, но они не живут церковной жизнью, не приобщены к церкви из-за того, что у них нет епископа и священников. И патриарх антиохийский Макари рукоположил одного из них во епископы и ряд священников. То есть вы видите, что почему, скажем, мы можем задаться вопросом, почему этот же владительный князь не мог добиться рукоположения епископа, а тут же рядом присутствующих католикосов, сидевших в Эмерете. Потому что они все время вели вот эту политическую игру, которую ведут и сегодня те, которые рядом с нами. Поэтому как только у него появилась возможность решить этот вопрос, минуя всю эту политику, он ее решил точно так же, как мы хотим сегодня решить, минуя все эти, так сказать, политические игры, интриги, которые происходят вокруг Абхазии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!